Горожане должны платить за тепло 120 тенге, считает руководство ТЭЦ-3. И признается, сейчас предприятие выживает только за счет населения. ТЭЦ-3 в свое время была создана для промышленной зоны, для нефтеперегонного, шинного, фосфорного завода. А нефтеперегонный сегодня построил свой завод, свой ТЭЦ. Мы запертая мощность, мы не можем использовать свою продукцию. Продать ее тем же заводом, и мы спокойно жили. Но из-за того, что промышленность не развивается, мощности наши запертые, мы только можем населению продавать эту продукцию и нефтеперегонистическим лицам. Видимо, в благодарность за возможность выжить тепловики и решили ударить по кошелькам горожан новыми ценами на тепло. Правда, если многоэтажка установит у себя прибор учета, то платить жильцы будут в два раза меньше остальных. 59 тенге, 81 тен. Успокаивают энергетики. Вот только счетчики эти стоят около 500 тысяч тенге на 60-квартирный дом. И устанавливать их за свой счет тепловики не собираются. Был один проект, это должны были составить дому, а вот дому, они должны были выделить за счет государственных деньги. Совместным городским акиматом они должны были составить договор тройственный, значит, то есть жильцы домов, акимат и дому. Но, к сожалению, в 44-х лет этот проект провалили успешно. И теперь у всех висает вот такое мнение, что должен отвечать его в монополисе. Вот это по модернизации тоже эта программа сейчас отформаивает, именно потому что городской акимат в своевременно и сейчас, вот излишне, который сейчас работает, они эти вопросы игнорируют просто. Такого обвинения представители городского акимата явно не ожидали. Но к удовольствию собравшихся на слушании домкомов быстро нашлись с ответом. Это прибор учета, он служит от Кранзи, водоканал, общие домовые счетчики. Также кассовый газ установил за счет, я сам, квартиросъемщик тоже живу в квартире, и никто из них, кажется, вот здесь никто не представил жителям счет за счет этого. Они установили для себя, чтобы знать, на какой степени каждый жилой дом употребляет природный газ, там, воду, или тот же свет, на границе раздел установили, и никто из них, кажется, жителям, кто здесь, ну, все мы жители же квартир, ни у кого, кажется, это счет не дистанции. Дальше дебаты начались такие, что стало понятно, в ближайшее время тарифы вряд ли поднимутся. Около миллиарда долгов в текущих вуз неплатежей. Мы не дособираем эти деньги, у нас не получается собрать эти деньги. Если данное предприятие непременно, вы можете вопрос поздать, а воздать это имущество в государственные люди? Вы все на государственные плечи возлагаете. Не доумевают по поводу жалоб тепловиков и домкомы. Вот они сейчас говорят, что надо выплачивать деньги, эти деньги, они долги, многомиллионные долги. Ну, так же можно и взять через суды, как в России. Пускай пример возьмут в России. Приходит судоисполнитель, описывает имущество, если за 10 дней не оплачивает, они берут имущество и все. Остановить перепалку удалось только депутату. Я предлагаю всем руководству, руководству, значит, обратиться в Масыхат. Все, в Масыхат все эти вопросы мы решим, но решим не за одну сессию, господа. Этот вопрос будет тянуться, возможно, к плату, возможно, к полугодию, но я думаю, вопрос мы решим. Вот если бы еще вместе с обсуждением тарифа депутаты озаботились качеством тепла в квартирах горожан. Но эта проблема, видимо, как всегда, будет решаться в авральном порядке при наступлении морозов.